Всем привет! Сегодня у нас наконец-то видео про самый лучший военный симулятор с более чем 1000 единиц военной техники, про War Thunder. И наверное сроду бы никто не догадался, но поговорим мы сегодня про два самолета, которые были введены относительно недавно. Один вроде бы как в свежем патче, а другой в предыдущем. Ну собственно я не помню, да и не суть важна. Все рассуждения давайте оставим на потом, а пока кто такие эти ваши вигены, сколько их в игре и вообще что они себе представляют, чем отличаются. Вот сейчас об этом сперва поговорим. На данный момент в игре представлено две модификации, да и в принципе в будущем скорее всего их две и останется, потому что остальные они здесь будут бесполезны. А водить более современные модификации начала 90-х уже двух имеющихся самолетов я считаю вряд ли разработчики будут. Только если не захотят забайтить всех на очередной донат и гринд. Хотя о чем это я скорее всего да, появится еще два самолета в будущем, но не суть важна. Чем же отличаются два имеющихся? Отличаются они на самом деле если брать реальную жизнь много чем, но в War Thunder заметно всего несколько изменений. Если быть более точным, у нас представлен AG-37 Виген, это старший брат, и его младший брат GA-37, так называемый Ягд Виген. Все их отличия вы сейчас видите на экране, у меня специально выделены те, которые на War Thunder в принципе никак не влияют, и те, которые здесь являются уже важными. Ну, можно сказать более-менее важными. Сперва поговорим давайте про младшего брата, про GA-37 Ягд Виген. Все его отличия вы видели на предыдущих кадрах, но все-таки некоторые я считаю нужно проговорить отдельно. Во-первых, это его радар. Здесь уже в отличие от обычного Вигена стоит импульсно-доплеровский радар PS-46A, который как раз-таки уже может находиться, провождать и захватывать воздушные цели. Ну и естественно с тем же успехом он может это делать на фоне Земли. Что касается нашего двигателя, здесь вот давайте остановимся поподробнее. Потому что лично для меня тема очень забавная, так как двигатель у Вигена и Ягд Вигена это по факту сильно усовершенствованный и доработанный двигатель с гражданской авиацией, который стоял на Boeing 727. Название вы видите на экране, я не знаю, мне это показалось очень забавным, я вот решил вам это рассказать, извините. В общем, что касается Ягд Вигена, тут двигатель еще более усовершенствованный относительно обычного Вигена. Как минимум, если верить интернетом, у него возросла мощность где-то на 10% и пропал такой эффект, который считается называть зашкваром, поэтому я скажу по-модному, у него пропал компрессор столб. Но для War Thunder это не актуально, поэтому двигаемся дальше. Двигатели правда здесь работают чуть лучше, топит самолет сильнее, набирает высоту чуть быстрее, а остальное в принципе-то и не важно. Из вооружения здесь неплохой джентльменский набор истребителя-перехватчика, то есть несколько модификаций АМ-9 и АМ-7. Вот посмотрев YouTube, честно говоря, сложилось впечатление, что они очень неоднозначны, по мнению многих представителей нашего комьюнити. Ну, не многих, но как минимум, да, есть те, кто считают это неэффективным вооружением, багованным, сложным, вообще летайте с АМ-9 и херачьте с пушки. В принципе, да, правильно, зачем заморачиваться. Но, вот лично по моему мнению, наверное, это самая главная фишка и самое мощное оружие у этого самолета. Как они работают, я думаю, многие знают, объяснять смысла никакого нет. Ну, на всякий случай, берете цель-захват ваш РЛС, включаете ГСН-ракеты и производите пуск с допустимой дистанцией. То есть с 15 километров пытаться запускать их нет никакого смысла. Ну, и в целом, знаете, ракеты поражают цель с очень большой вероятностью. То есть если противник не начинает лететь перпендикулярно вам, либо летит под небольшим углом относительно вас, или вообще удирает по прямой, иногда отстреливая фларки. В принципе, в таком случае, где-то процентов 80 или 90, что ракета попадет в цель. Да, иногда захват может сорваться, радар поймает какую-то помеху, либо решит взять захват белку, сидящую на дереве километрах 20 и резко, опять же, сорвать захват. Ну, в общем, тогда да, ракета просто сделает пфык, и пуск придется делать по-новому, как и захват. А в целом, оружие очень эффективное. Про лобовые, которые вы выигрываете почти всегда на этом самолете, если у вас есть с собой АИМ-7, я даже рассказывать не буду, это уж, я думаю, все и так без меня знают прекрасно. Из остального вооружения здесь встроенная 30-мм пушка, которая самая обычная авиационная пушка. Рассказывать про нее смысла никакого нету. Ну, единственное, да, в СБ, конечно, когда летаешь, индикация просто топ. Топ, то есть, даже когда вы захват берете цель, у вас не появляется никакого правильного маркера, точнее, он появляется только по праздникам. Либо я что-то не понял, либо оно так вот реально работает, ну, в общем, очень странно. Так что, если летаете в СБ, будете иногда испытывать дискомфорт с этим самолетом. Ну, а из подвесного здесь можно подвешивать разве что Нурсу. Ну, я опять же не знаю, кто вообще его будет пытаться использовать как штурмовик, потому что это какая-то шиза, честно говоря. Играется на самолете достаточно просто. Вам нужно лишь запомнить то, что он хорошо набирает энергию, хорошо набирает высоту. И хоть и является более-менее маневренным и хорошо управляемым, но есть какие-то плотные дукфайты, где игроки представляются пилотами спидфайеров из РО и тянут РУС до жопы. Я бы вам не советовал, потому что, как минимум, у вас там будет не очень выигрышное положение. Самолет хорошо может довернуть во время одного или двух вот как раз-таки маневров, выйти на хорошие углы, особенно на ручном управлении. Но потом энергию теряет настолько, что у большей части противников будет преимущество. Я не исключаю, что у меня руки из жопы, это факт. И я не смог просто маневренный бой на нем, но мне гораздо было сейвовее, проще и эффективнее летать, чисто играя от скорости. Играя, скажем так, вот этими проходами, пытаться атаковать ЮРВВХами, отработать где-то пушками по возможности. И лететь дальше, проверяя, нет ли за мной пуска, отстрелив там несколько раз фарки, чафы, предварительно прибрав форсаж. Ну и естественно, да, на высоту я на нем особо не лез, просто пузотерил как положено настоящему Вигину. Что ж, думаю, достаточно про Ягд Вигин, давайте поговорим про его старшего брата, про AG-37 Вигин. И честно говоря, я ждал гораздо сильнее именно эту модификацию, потому что, ну, мне было просто интересно посмотреть, насколько он получится в рамках Вартандера неудобным, бесполезным и немощным. Почему? Ну, просто, наверное, уже тоже ни для кого не секрет, что в Вартандере огромное количество самолетов, а может быть даже и танков некоторых, если они в жизни были эффективными и неплохо себя показали в некоторых там боевых действиях, если они в них принимали даже участие, то в Вартандере они могут быть просто-напросто бесполезны. Во-первых, из-за игровых условностей, во-вторых, из-за реализации иногда не самой корректной тех или иных систем, ну и из-за режимов, в которые мы, так скажем, играем. А их здесь всего несколько, то есть, по факту их здесь разных-то особо и нету. И вот, с Вигином, я думаю, будет то же самое. Я, в принципе-то, ошибался, но лишь отчасти. Самое забавное, что использовать его по прямому назначению, я бы сказал, тяжело. Давайте начнем по порядку. У самолета, можно сказать, своего рода модульная система подвесов. Я не знаю, насколько корректно это называть таким образом, но если, допустим, у Ягд Вигина все all-inclusive, там и пушка, и фары, и чав, и все сразу у вас идет по дефолту. Но вот здесь все, начиная от пушек, заканчивая теми же диполями, идет в виде контейнеров. То есть, скажем так, по-блогерски, ультимативного набора вооружения здесь просто не существует. Особенно забавные наборы, где вы берете либо полную загрузку бомбами, либо полную загрузку нурсами. Вы просто превращаетесь в маневренный сверхзвуковой ватюр. Ну, в принципе, да, геймплей топовый, как вы уже понимаете. За совместные РБ я вам особо ничего не расскажу. Точнее, извините, за танковые РБ. Просто при стоимости самолета от 10 до 12 тунгусок вы получаете два пуска мавериками. Ну и учитываем дамаг. То есть, вам два пуска, это не гарантированно два фрага. Это даже не гарантированно, что один фраг. Это, ну, приблизительно один фраг. Бывает, что после пуска танк просто потеряет гуслю и орудия. В принципе, она так и в жизни. Маверики создавали, чтобы гуслить танки, а потом их пехота добивала лопатами. Ну, скорее всего, так оно и было. Да и, наверное, я просто не фанат игры на танках, учитывая, что играешь ты чисто ради того, чтобы заработать тон гуски и вылететь на самолете. А заработать вам придется, ну, либо от 10 до 12, если вы играете с мавериками, либо от 7 и выше, если вы играете с другими подвесами. То есть, как бы, ну, честно говоря, такое себе. Учитывая, особенно то, как играется и то, сколько стоит самый скиллозависимый класс в игре, от которого вы будете получать в жбан, даже маневрируя на километрах на 8. А то бывает и на 10, а у некоторых бывает и на 12. Кстати, эту тему затронул вот этот вот чел, и я ссылку оставлю в комментах, потому что мне сейчас про это рассказывать, ну, честно говоря, не очень хочется. В танковых СБ ситуация не сильно лучше. Я попробовал там полетать, честно говоря, отлетал несколько боев, и мне этого хватило. Просто-напросто я не смог в наведение мавериков именно в СБ. Вы будете смеяться, но мне в DCS гораздо проще это делать. Здесь же ГСН дергается как ненормальная. Она постоянно лочится даже когда... Я не знаю, может, это не лочится, может, это такая механика, но навести здесь их грамотно у меня не получилось. То есть, либо здесь есть снова какая-то скрытая настройка, про которую я не знаю, либо War Thunder реально больше симулятор, чем DCS, потому что здесь все как в жизни. Сложно, непонятно и максимально неинтуитивно. Воздушных РБ и СБ, к моему удивлению, самолет показал себя, ну, я бы не сказал, что прям очень хорошо, он там просто играется нормально. Отчасти потому, что у Литки решили сделать его радар, PS-37, точно таким же по принципу действия, как и PS-46 на Ягдвигине. Что, ну, я бы не сказал, что очень правильно, если смотреть, то есть, со стороны историчности, реалистичности, но когда последний раз War Thunder был реалистичным и историчным? Давайте вот попытаемся вспомнить, да? Я что-то даже вот и не могу, не получается у меня это сделать. Просто-напросто радар у Вигина, он не мог лочить и сопровождать воздушные цели, там, под углом градусов 35-45. Это радар, который разрабатывался для поиска уничтожения кораблей противника. Он мог сканить местность, и, в принципе, да, он мог и обнаруживать воздушные цели, захватывать он их тоже мог, но здесь есть два небольших нюанса. Во-первых, воздушные цели на радаре отображались бы вот такими вот пятнами, а захват можно делать только при визуальном контакте на дистанции до 8 километров. Опять же, до 8 километров, наверное, если у вас цель будет больших размеров. Какой-нибудь истребитель вряд ли вы с 8 километров заочите. Опять же, это нужно, чтобы пускать ракеты воздух-воздух, и работать подвесными пушечными контейнерами. Опять же, в War Thunder вот это маркер упреждения пушечных контейнеров работает только, когда вы приближаетесь к земле. То есть, начинает работать баллистический вычислитель. То есть, оно работает здесь непонятно. Оно вроде бы упрощает вам полеты на этом самолете в авиаирбе, потому что где вы еще будете его прокачивать. Но, с другой стороны, оно не упрощает вам это тогда, когда нужно, допустим, в ближнем бою отработать теми же пушками. Работает максимально рандомно, либо, опять же, я не знаю про какую-то скрутую настройку. И это, я считаю, неплохо, нехорошо, потому что, скорее всего, это было осознанное решение сделать самолет более играбельным, то есть, типа, балансной правки. Короче, давайте будем закругляться. Если задавать вопрос, стоит ли их прокачивать, эти самолеты, то да, но только GA-37 Wiggen. И GA-37, я не считаю, что вообще, в принципе, стоит прокачивать в War Thunder, даже если за ним будет его более современная модификация. Прокачивать самолет ради того, чтобы получить два пуска Мавериков, либо два пуска РБ-5, это, честно говоря, такое себе удовольствие. Где вы будете еще на нем играть? В Авиа-РБ? Ну, зачем и съесть, опять же, тот же самый Ягдвиген? Поэтому решайте сами. А на этом у меня все. Спасибо за просмотр и удачных вам боев. Подписывайся на Гаджента.